Внимание! Вооруженный человек. В школах Нефтьюганска состоялись антитеррористические учения. Сообщение о подозрительном человеке поступило на телефон. От того, насколько быстро и грамотно на угрозу отреагирует персонал, зависит, как далеко вглубь здания проберется нарушитель, а также, как скоро прибудут спецслужбы. Важно отметить, что учения проходят без предупреждения. Специальная комиссия проверяет алгоритм действий сотрудников школ и групп быстрого реагирования. Бойцы Росгвардии прибыли в кратчайшие сроки и обошли местность. Кстати, в случае подобной опасности сотрудники должны исключить передвижение людей по коридорам, а классы должны быть закрыты изнутри и забаррикадированы. Отмечу, что такие тренировки в прошлом году были проведены во всех учреждениях города. Были выявлены нарушения, но, как показывает 2023 год, результат учений стал намного лучше. Плановые тренировки утверждены до конца года. Они пройдут во всех школах города. Действия должностных лиц на двух объектах, которые сегодня прошли тренировку, оценены на хорошо. Руководители действовали в соответствии с данным алгоритмом, предписанным постановлением правительства. Что касается сотрудников частных охранных организаций, также замечаний в их деятельности на сегодняшних объектах не выявлено. Их действия также оценены на высокую оценку. Проводятся тренировки. Четыре раза в год учебные проходят тренировки. Это и выходы ребят, и обязательно на уроках, и на классных часах проводятся обязательно беседы и отработка, как себя вести в случае, если в школу вошел преступник. У нас охранное предприятие работает постоянно. У нас есть входная группа, которая также по пропускам заходит. Также у нас под закрыты, перекрыты все двери. И территория школы просматривается со всех точек. Продолжение следует...